Ночь Как вплывать в сны на правом боку Прижимаясь к лопаткам твоим И ресницы метут по виску Вот бы застыть навсегда нам в транскрипции звезд Фигурками Нецке в китовой печали из грез Чтоб легко оторваться и плавно шагнуть И не бояться, когда нам придется уснуть Я догораю и снова горю К черту долгие лета, держись Близ за руки мой мозг покажи Так под обшивкой горят корабли Пряча самоубийства свои Серой пахнут ожоги земли Вот бы застыть нам всегда нам в транскрипции звезд Фигурками Нецке в китовой печали из грез Чтоб легко оторваться и плавно шагнуть И не бояться, когда нам удастся уснуть Я догораю и снова горю В амальгами червоных цветов Мозг куражится, давит смолу Погибать он еще не готов Но то, что было когда-то живым Что вчера было частью меня Превращается в шелковый снег И пригоршни метает в морях Вот бы застыть нам всегда нам в транскрипции звезд Фигурками Нецке в китовой печали из грез Чтобы легко оторваться и плавно шагнуть И не бояться, когда нам придется уснуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Салют, салют, салют тем, кто меня сейчас слышит и тем, кто меня сейчас видит. Меня зовут Диана Арбенина, в эфире программа «Последний герой. Акустика редких людей». И у меня сегодня в гостях человек, о котором я просто мечтала. Я совершенно не ожидала, что он согласится прийти. Это не робость, это не лукавство. Это действительно человек из моего небесного детства. Это человек, которого я заочно очень давно люблю. Это Михаил Ефремов. Добрый день. Здрасте. Ну или вечер. Здрасте, ребята, товарищи, господа. Привет, Диана. Спасибо, что позвала. Хоть где-то можно как-то поговорить. Но неожиданное название для программы. «Последний герой. Редкий человек». Нет, акустика редких людей. Ну, редкий человек, значит, как редкие металлы. Ну, мне кажется, что ты редкий человек. То есть я радиоактивен, что ли? Активен и радиоактивен, и очень редкий, между прочим. А ты себя таковым не считаешь? Мне как раз наоборот не хочется быть активным. Так ты и не будешь. Все само... Все делается... Нет, я не хотел бы активничать и чего-то приходить на телевизор, говорить, как самые умные сидишь и что-то там вещаешь. И это не моя профессия. Но дело в том, что последние, скажем так, три или четыре минуты ты делаешь все, чтобы меня выбило из эфира, в принципе. Потому что... Ну, а как еще? Ну, а как? Вот так. Отлично. У нас нет никакого формата. Когда нет законов, это всегда интересно. Когда идешь как-то... Ну, ничего подобного. Где краны какие-нибудь? Съемка отсюда, не знаю. Съемка отсюда? Что называется? Активная вот эта. Чинг-с-вум, залетело что-нибудь. Фум-фум, уменьшилось. А давайте посмотрим на это. Где современные технологии? Что поставили машинку, она снимает. А по мне лучше гитара. Ну, гитара вот здесь есть. Мы с тобой заговаривали. Это я даже знаю, как называется. Нет, не знаю. Нет, скажи. Ихман Астрадокастер. Астрадокастер – это гитара. А это? Каппа. Каппадастер. Молодец. Астрадокастер, Каппадастер. Покажи лесенку, пожалуйста. Ну, если уж мы заговорили об этом. Лесенку. Да, может, и не лесенка. Может, меня засмеют. Вот это блатны, да? А вот лесенка. До. До. Так сколько аккордов, ты знаешь? До. Что да? Вот, собственно, все. А, нет, еще у меня есть. Как это? Когда? Нет, не здесь. Или здесь? Не, не так. Уже забыли. Ой, хорошо уже. Уже хорошо. Ну, это такие вот знания из подъезда. Ребзя, а он смущается, кстати. Ну, я смущаюсь, потому что я непрофессионально играю. Я один раз, два раза, я пел с Сукачевым песню на рок-концерте. И я-то думал, я умру после одной песни. Ну, потому что это такая энергия. А что пел? А Высоцкого, Высоцкого песни он сделал, опасаясь контрразведке, избегая жизни следствия, и Гарик сделал, что они просто вперед гнали. И я так задыхался. Причем у меня так, по-моему, так было, что я там говорил, ребят, ну, так, вы понимаете, у меня астма, я задохнусь, не надо. И у меня такое ощущение, что Гарринич, конечно, сказал, ребята, сделайте так, чтобы... Чтобы вообще было. Я сейчас очень нервничаю, потому что хочу сказать, что одним из фильмов моих, так сказать, формообразующих и тех, которые меня сделали, это, конечно, их два, на самом деле. Про Мюнхгаузена, который я смотрю просто без остановки, особенно 1-2 января, все смотрят «Трех мушкетеров». А я уже лежу под елкой и смотрю Мюнхгаузена, понимаешь? Мне кайфово, я сейчас пристрастила к этому детей. А первый фильм, который меня сделал, это был фильм «С тобой», «Когда я стану великаном». Ну, это... Это, понимаешь, это... Это мой Штирлиц, у меня лучше ничего не было и не будет. Это любовь навсегда просто. Там было сыграно на несознанке. То есть я ничего не понимал, что я делал, и поэтому, поскольку был такой парень наглый, Вот так все и вышло. Если бы я понимал, что это... Потом, когда уже учился в институте, я думал, как это, и сейчас я до сих пор думал, что это такое? Вот до сих пор, когда я стану великаном? Когда я стану великаном? И у вас Штирлиц? Ну, потрясающе. И потом... Хотя потом и были работы, и... У меня больше ста фильмов, но это второй фильм вообще. А первый какой? «Первые дни хирурга Мишкина», это телефильм. Я там маленький играл одного из... Ну, сын хирурга Мишкина, он же рос. И во второй серии я вот, там мне было 11 лет. Этот фильм Горошкина же там была, да? Там была Горошкина. Горошкина. Там был «Ласточкин» Андрей Васильев, который до сих пор мы поддерживаем тёплые отношения и работаем вместе. В том же гражданине поэте. Знаешь, какой для меня самый пронзительный момент? Ну, конечно, ты знаешь. Ну, как ты думаешь, хорошо? Ну, наверное, лифты. Да нет же ж. Когда он сидит и ест булки. Ну, это в лифте он сидит. А, в лифте сидит? Конечно, в лифте. А мне почему-то казалось, что он сидит на балконе. Нет, в лифте. Это финал фильма, когда ездит в лифте. Вот этот фильм меня, в общем, сделал. Я не знаю. У меня нет... Понимаешь, у меня нет слов. Спасибо большое. Спасибо Инессе Сорен-Туманян. Нет, с нами же Александр Силович Кузнецов, который с нами автор сценария. Валерий Николаевич Гинсбургу, который там великий оператор. Который до этого фильма снимал фильм «Комиссар». Такой серьёзный. Есть ещё один пронзительный фильм о детстве. И вообще, мне кажется, для меня детство – это вот этот парень, который сидит, ты в данном случае, который сидит и ест эти булки в лифте. А есть девочка-прототип, скажем так, вот, мне кажется, из всех маленьких девочек – это «Чучело», где сыграла... Это мне Кристина. Кристина. Вот, мне кажется, тоже кайфово. У неё такие глазищи там... Не, ну это очень... Это даже не детский фильм «Чучело». Ну, для меня это фильмы про детство. Он тогда просто снёс башни-то. Не только детям фильм «Чучело». Скажи мне, а что вот ты, если вот... Ну, это глупое слово, но тем не менее, порекомендовал бы посмотреть детям, которые сейчас, ну, там, 6-7 лет, вот так вот, в этом возрасте, чтобы их несколько... Карлсона. Карлсона? Конечно. Ты уже посмотрели Карлсона. Винни-Пуха. Ты посмотрели Винни-Пуха? Ко мне дочь недавно подходит и говорит, мама, что такое «В расцвете сил»? Я думала, она про меня. Ну, Том и Джерри можно, что? Том и Джерри я не хочу. Я люблю рисованные советские мультики. Ну, рисованные советские мультики, они прекрасны. Можно показать, конечно, «Ежик в тумане». «Ежик в тумане» – отлично. У него же недавно был юбилей. Да-да. У Нарстейна. Не, ну это у нас же мультипликация авторская. И тема потрясающая. Да, конечно. А там она уже технологична. Я просто помню, что мои дети загорелись и просто зашлись от восторга от фильма «Убить дракона». И мне было так удивительно. Я подумала, ну, сейчас-то минут 15, и все. Особенно сын. Он такой совершенно... Ему 5-10 минут, и он чем-то другим увлекается. А тут как-то... Просто мне кажется, что сейчас... Опять же, я не знала, что мы об этом заговорим, но сейчас совершенно по-другому дети воспитываются. Я имею в виду на других примерах. Понимаешь? Ну, как у них примеры. Дети сейчас года в 3-4 пытаются раздвинуть облака вот так руками. Получается... Потому что у них же на машинке-то получается это делать на айфоне. Значит, и... Дети уже живут за вообще другое поколение. Вообще совершенно другое. У тебя есть какая-то... Вот ты их понимаешь? Я пытаюсь что-то слышать, что-то... Ну, у меня дочка старше Анны Марии, ей 15 лет. Вот ее... Я, конечно, мало понимаю. Она говорит, тебе это либо будет неинтересно, либо ты просто не поймешь. Так что не надо тебе этого знать. Ну, какие-то... Она ходила недавно, был... Ну, у меня и дочка Вера, и дочка Анны Марии. В разные дни, правда, но они ходили на фестиваль видеоблогеров. Одна там провела там полдня, а другая провела весь день. Что такое видеоблогеры? Я, честно говоря... Я как бы... Меня они показывают, я знаю, что это такое, но то, что это такое... Они вставали в 8 утра, ехали, чтобы попасть. Там очень много народу. Вот это для меня уже другое поколение. Я этого как-то пропустил. А инстаграмы всякие, фейсбуки? Нет, я вне этой сети. Слушай, мне тоже это все, в принципе, не близко и так далее. У меня у жены есть инстаграм, но она смотрит на других. В смысле смотрит на других? Ну, как она там смотрит, что другие выкладывают. А я недавно пристрастилась к инстаграму. Я нет, я пока вот держусь. Мне как-то так интереснее посмотреть, нежели принять участие. Но есть ведь люди, которые... Может, поэтому вот так много народу на видеоблогеров, что им интереснее посмотреть, нежели принять участие? Может быть. Но другое дело, есть же Восток, и там сидят на циновке всю жизнь. И при этом очень быстро двигаются. Ну, там жарко. Мы один раз виделись с тобой, и я очень боюсь заходить в гримерки к артистам. А, после анархии. А ты помнишь это? Да-да-да. Я думала, ты не помнишь. И я сидела и ревела весь этот спектакль, потому что спектакль был исключительно из всего этого зала, только для меня. Больше никто из тех людей, которые приходят в театр, если они не занимаются роком, там, рок-н-роллом, этими гастролями, они вообще не въезжают в тему. Вообще не въезжают в тему. Они не понимают, что делают эти уже, на самом деле, такие пожившие чуваки в этой коже, во всех делах. Кстати, между прочим, он идёт ещё или нет? Да, идёт ещё, идёт. Вот сейчас открывается сезон скоро, и он тоже. А Певцов говорил, что вроде как-то малый, что вы вроде не в современном деле уже. Нет, мы не играем часто его, мы играем два спектакля где-то там. Мне кажется, что в роке доживают до таких возрастов, скажем, только те люди, которые очень сильно приспосабливаться умеют, а те, которые не умеют... Не, я думаю, что это не так. Я думаю, что выживают до возрастов те, кто каким-то образом не на поток. Вот это неправильно, что ставят на поток какую-то там энергию. Нет. Они, как я вот попев пару раз с Игорем Ивановичем на сцене, я понимаю, что это невозможно. Вот прям вот так вот столько раз, там, не знаю, два раза в месяц, я бы уже... А там всякие турне. Вот это другая... Это работа другая, это не актёрская работа. Это всё-таки там в роке очень многое зависит от, конечно, музыки. Хотим мы, не хотим, что русский рок – это слова. Нет, поэзия, несомненно, не слова, а поэзия, но и, конечно, музыка. Конечно, музыка не русская музыка, ну, в укладе всё равно, это западная музыка. Попытка перевести на наш язык этот ритм, который там гораздо... Ну, в языке больше ощущается ритм. У нас всё-таки распевность такая наша. Так что... Рок-н-ролл российский – это такая... И тем он и ценен, что много народу-то, и Гребничков, и Макаревич, и Градский, и Сукачёв, уже вот тоже, как и я, пожилые, но они не с ярмарки едут, они... Они его... Ну, они и есть этот рок-н-ролл. Это безусловно. И это не потому, что там они где-то там что-то недорабатывают, наоборот. Они каким-то... Ну, это очень много в музыке и в поэзии. А ты понимаешь, да, что очень важно эту энергию сохранить? Важно не то, что сохранить, важно правильно ей распорядиться. Ну, в смысле распорядиться, да-да-да. Потому что можно, первое, и всё. И разорваться, как воздушный шарик. А это нет, это правильно как-то... Может быть, это как раз от поэзии и зависит, что правильно распределение энергии, потому что в русском языке больше полутонов, скажем так. Чем в каком? Чем в английском. Ну, это нам так кажется. Нет, ну, как кажется, но это так и есть. Он более ритмичный язык английский, да. Там больше можно передать интонации. Но, может, он скупее? Он скупее, я и говорю, как язык, он скупее. А про полтона об этом мы говорим. Но он такой же глубокий. Нет, он был, конечно, но это язык Шекспира, язык там Диккенсона, он не может глубоким не быть. Это понятно, но я имею в виду применительно к рок-н-роллу. А вот ты, например, как энергию, как ты расходуешь энергию? Ты думаешь об этом? Или ты выходишь и поешь, в смысле, поешь, играешь так, как поет, например, Сукачев? Нет, я играю, все-таки, ну, есть разные мои игры. Но ты осторожный или нет? Есть разные игры. Есть, когда играешь анархию, это одно. А когда читаешь стихи гражданин-поэти, это эстрада уже. Это совершенно другие затраты. Там больше сознательных. Нежели в анархии текст выучил, не знаю, знаешь, только, как говорится, давайте быстрее, давайте зажжем, когда мы начинаем этот спектакль. Потому что если мы будем эту пьесу делать медленно и раздумчиво, если Малый театр или Москосхудожный там вдруг появится, если мы начнем раздумывать, то тогда все поймут, что пьеса, собственно, ни о чем. Слушай, пьеса трагическая, мне кажется. Нет, она трагическая, но в принципе... Ну, в принципе, знаешь, почему людям, по большому счету, они не понимают? Потому что они не рубаются, как умираешь в этом просто. Огромная заслуга Игоря Ивановича, как режиссера. Потому что когда Майк Пекер, автор этой пьесы, приехал и увидел этот спектакль, он просто обалдел. Там это в какой-то комнате, типа, это играют там для ста человек. А тут такой спектакль и так все. И он, конечно, обалдел. Ну, очень приятно. Потом он на нашествие к нам приезжал, когда мы на нашествие играли его. А на нашествие, кстати, как принимали? Ну, ты знаешь, сначала очень хорошо, под конец уже устали, наверное. Все-таки, ну, мы начали играть где-то в два или полтретьего ночи. А и закончили уже светло было. Так поздно? Ну, там, ну, если мы начали в два. Ну, вот три часа. Ну, понятно. В пять утром, а в четыре уже светает, там, полчетверка. За своей путеводной звездой. Они, ***, запутали специальные радиосистемы. А я, ***, голос природы. Скажи мне, а почему ты думаешь, что вот люди выходят из зала? Они так много выходят. Ну, вот не так много. Сейчас уже практически не выходят, потому что сейчас она уже дольше идет. Нет, уже есть зритель, уже люди понимают, на что они идут. А сначала иногда просто, ну, а как вот вдруг на тебя выливается такой ушат? А кто-нибудь из рокеров смотрел его? Говорил тебе об этом? Нет, говорили, нет. Ребята все, все в основном, все хорошо понимают, потому что понятно, что мы, ну, мы не осудили. Это не так про рокеров. Там рок-н-ролл, там, тем более это панк, он второе место. Там в основном про то, что с ярмарки едет. Ну, заложники. Конечно. Заложники пути, что называется. А вот, слушай, а вот ты упомянул Гребенщикова, а ты слушал Гребенщикова то, что... Я в армии слушал Гребенщикова. А ты служил в армии? Да, 82-84. Ух ты. У меня в армии была в Вышнем Волочке. Вышний Волочок, это на полудородье Москвы до Ленинграда. Я знаю, это из Питера в Москву или на... Ой, да, из Москвы до Петербурга. Но тогда это был Ленинград, когда я служил. 82-84, у меня такое странное было, призыв такой очень странный, потому что когда... Вот люди моего призыва ушли в армию, стали служить, стали умирать генеральные секретарицы КПСС, один за другим практически. Помню, Черненко там все такое. Сначала началось все с Брежнева, который умер в мой день рождения. И поэтому я не поехал в командировку, потому что перекрыли. В командировку это маленький отпуск домой. Вот. Ну, так, я же первые полгода, действительно, первые пять дней, я просто не понимал, что происходит. Ну, как, я в ужасе. Мама у меня сохранила письма мои, слава богу, что мне, когда я слишком выпендриваюсь, надо мне их показывать. Потому что там, мама, заберите меня отсюда, я буду вести себя хорошо. О, невозможно. Но человек к всему привыкает, и первые полгода действительно было такое. Ого, там и бегать утром по три километра, и... Ну, в общем... А потом остальные полтора года было легче. Потому что я уже был в постоянном составе, это огромная учебная часть. И что-то типа я... Как бы заведовал клубом. Клубом? Ну, как бы, да. Ну, понятно. По словам, самодеятельность, я так понимаю. Ну, и самодеятельность. Мы заняли второе место на конкурсе всяких. Вот к 8 марта у меня молодые солдаты, молодые курсанты читали русскую классику. Это было очень красиво. Отлично. Скажи, а музыка все-таки? Мы вот сейчас... Там не было музыки. Нет, нет, я имею в виду Гребенщиков. А, Гребенщиков мы слушали, я помню. Ну, я служил с Дюшей. Дюша, у меня нет с собой. А, Анисимов Афанасьев. У меня есть где-то его визитка, мы недавно увиделись. Он Гребенщикова меня заводил, и он заводил мне мухоморов. А что такое мухоморы? Мухоморы. Или не мухоморы, как же называется. Где-то... Это два брата из архитектурного института. Они-то как бы... Они наговаривали. Может, не мухоморы. Они питерские? Они нет. Они из морхи. А, московские. Сейчас я вспомню. Я знал их фамилии. Это потрясающе. Приветствую врождающиеся нации. В них сладость неги, гниль, аристокрация. А также вершина человеческого общения. Половые извращения. Ах, этот голубь. Он красивый, стройный. Я сделал руками жест непристойный. Он хотел улететь человеком напуганный, но через полчаса зашагал с честью поруганный. Что-то такое у меня есть в голове. И ты так помнишь это все? Ну, конечно, диск целый был там. «Пионера я убил» там была замечательная песня. Потом там был «Когда же он все же умер, и думать перестал, Над ним седой игумен, кадилом помахал, игумен». Смешно. А Шумов, Вася, тебе нравится? Ну, Васю я уже позже узнал. Я потом узнал как бы много в 86-м году. Был 86-й год, был кинофестиваль московский. И был такой, ну, прок. Как бы мест, ну, вот на Красной Пресне, в этом киноцентре. И там все группы там были. И Гарик там был, и Бригада, и Шумов, по-моему, и еще кто-то. Там очень много, вот в 86-м году. Шумов, могу ошибиться. Гаркуша был, то есть, значит, был аукцион. Давай аукцион послушаем. Да, давай. Аукцион? Я всегда... А что тебе нравится из аукциона? А там по-разному. Иногда нравится «Быстро», иногда нравятся вот эти медленные федоровские. У меня есть же классный альбом, у них «Птица». Давай. «Я сам себе и небо и луна». Да, да, да. Ой, какая... Это очень опасная песня. Это абсолютно питерская песня. Ну, это, да, это питерская аукцион. «Я сам себе и небо и луна». А-а-а! А-а-а! КОНЕЦ 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 Ожидает напряжённая родниковая Я слом себе и небо, и луна Голая, довольная луна Долгая дорога бескайфовая Я держала за ноги земля Голая, тяжёлая земля Медленно любила, переживала я И ты улетала в облака Крыми метала облака Долгая дорога бескайфовая О-о-о-о, зона Ожидает напряжённая, беспросветная Я слом себе и небо, и луна Голая, довольная луна Я полетаю где-то только А не я Голая, довольная луна Субтитры подогнали Симон. 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 Ну ладно. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон.